Кошка в приюте родила странного котенка, и когда он подрос, пришлось срочно звать заводчика. Дело было в 1987 году в одном из приютов для бездомных животных штата Монтана. Простая уличная кошка беременеет и рожает четырех котят и делать нечего, может животное пришло с приплодом, а может в приюте не доглядели, уже не важно. Котят ведь всегда забирают лучше, чем взрослых животных. Однако по мере роста котят, волонтеры стали замечать странности во внешности одного из них. У котенка была кудрявая шерсть, чего никто из работников приюта никогда раньше не видел. Когда котенок подрос, это стало бросаться в глаза. Ветеринары не могли понять в чем дело, и обратились к Джерри Ньюман, Заводчица кошек персидской породы. Ветеринары с удовольствием отдали котенка Джерри, и заводчица, осмотрев малыша, заключила, что это не перс. Однако ей была очень интересна молодая кошечка, и женщина решила попробовать получить от нее котят. Так котенок переехал в питомник персидских кошек, где получил имя Дипеста. По словам мисс Ньюман, животное было с очень шкодливым характером, постоянно что-то крушащее, требуя внимания. Наряду с кудрями, это все смотрелось весьма удивительно. Однако, когда кошка выросла, Заводчица познакомила ее с породистым котом, и стала ждать, пока природа сделает свое дело. Вскоре Дипеста и сама родила котят, от персидского кота и несколько из них были с кудряшками. Это означало, что ген, отвечающий за кудрявую шерсть, доминантный и есть большой шанс пустить эту особенность дальше в другие поколения. Так Дипеста стала матерью и родоначальницей весьма дорогой популярной породы кошек силкир-крекс. Этот случай еще раз доказывает, что брать животных из приюта – это не только доброе дело, ведь туда попадают самые интересные разновидности собак и кошек, и многие модные породы произошли именно из приюта. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.